Наш взгляд, те поставки, которые сейчас идут, любых энергоносителей в Европу, за счет сокращения российских поставок, насколько могут стать конфликтом между Россией и Казахстаном? Ну, если касаться поставок сырой нефти, то здесь сыграла большую роль геополитика и влияние Китая, не последнюю роль. А что касается угля, тут мы целиком зависим от настроения Кремля. Если руководство Российской Федерации посчитает, что это совсем не нужно, то вероятно они могут закрыть абсолютно все каналы поставки, потому что все это поставляется железной дорогой до ближайших портов. Поэтому у нас там возможности не очень велики. Вы упомянули железную дорогу, и действительно Казахстан тоже получает сейчас деньги на развитие железнодорожной сети в обход России. Насколько это тоже проблемный вопрос? Этот вопрос технически проблемный, потому что речь идет о реконструкции, где понадобится и возможность строительства новых участков железной дороги, чтобы соединить китайский рынок с Центрально-Азиатскими республиками и выйти на восточное побережье Каспии, а далее в Баку, через Баку, в Грузию и в Европейский Союз. Здесь, конечно, большую роль будет играть реконструкция паромов для переправы вагонов с одного берега на другой. Если вдруг изменится ситуация вокруг Ирана, тогда будет открыт железнодорожный путь через Иран до Турции напрямую. Но это только если. Кругом проблемы. И я думаю, что те новости, которые связаны с реконструкцией, с помощью финансов для реконструкции новых путей, они, в принципе, правильный тренд, его видно. И хорошо, что Центральная Азия вся, включая Казахстан, возвращается к повестке о диверсификации путей на мировой рынок. Эта повестка не отстояла 20 лет назад, но была проигнорирована. Вы сказали о странах Центральной Азии. Они недавно собирались, и три из них как будто бы действительно научились договариваться между собой. Насколько это должно беспокоить нынешний режим в Москве? Я думаю, во-первых, завершая свое выступление на этом саммите, президент Казахстана Абтакаев, искусный дипломат, заявил о том, что Центральный Азиатский Союз, вновь образовывающийся, намерен пригласить в качестве наблюдателей, если понадобится и более глубокая интеграция соседей, имея в виду Китайскую Народную Республику и Россию. Я думаю, что это, в принципе, резонное предложение. Но дело в том, что это, по большому счету, ремейк. В середине 90-х годов по инициативе в основном руководителя Узбекистана, тогдашнего президента Ныне Покойной Каримова, у нас уже было соглашение о создании Центрально-Азиатского экономического союза, и эти государства пошли далеко. Даже был создан банк единый, и Казахстан оплатил свой капитал в этот банк. Офис этого банка находился тогда в Бишкеке. Сейчас это попытка снова собрать эти республики. Тренд очень правильный. И там есть, конечно, два обстоятельства, которые, в принципе, всех наблюдателей по-своему кого-то разочаровали, а кого-то настраивают оптимистично. Во-первых, по Центрально-Азиатскую повестку дня возвращается Трукменистан, который, в принципе, выбросил себя вообще из внешней политики последние 15-20 лет. Они объявили себя нейтральными и, по большому счету, нигде не участвовали. С другой стороны, многие скептики отмечают, что Таджикистан не подписал это соглашение, и там остаются какие-то противоречия между Кыргызстаном и Таджикистаном, касающиеся границ. И, конечно, существует много незавершенных проблем, оставшихся после Советского Союза. Но, я думаю, именно путем создания такого рода организации можно преодолеть такие противоречия. Но если трем республикам, это примерно 60 миллионов человек, рынок удастся наполнить соглашение какими-то конкретными действиями, то другие соседи к этому должны будут присоединиться. Просто другого выбора нет. Они оказываются запертыми. Возвращаясь к экономике, Акижан Макжанович, судя по поступающей из Казахстана информации, там действительно серьезный дефицит сахара. Как так получилось и насколько это давит на политическую, в том числе, ситуацию в Казахстане? Сахар является одним из таких важных продуктов, которые входят в корзинку необходимых. Сахар, хлеб, соль, как вы знаете, спички, это всегда было предметом общественного настроения и тревог. Случилось это очень просто. Долгие годы не занимались собственной базой, все жили на поставках сахара сырца, вплоть до далекой Кубы. А сейчас Российская Федерация в одностороннем порядке ввела регулировку поставки сахара за свои пределы. И мы оказались таким образом в ситуации, когда, возможно, нам не хватает сахара сырца. Но я думаю, что Россия не единственный рынок для поставки сахара сырца в Казахстан. Есть Восток, Китай. И я думаю, что руководство с этой проблемой справится. Это такая временная трудность, я уверен. Еще один вопрос, который касается экономики, скорее даже финансов. Это валюта, судя по официальной статистике, из Казахстана, Кыргызстана, других стран, бешеный отток валюты, судя по всему, в Россию. Насколько это опасность для экономик этих стран? Все будет зависеть от того, каким образом эти страны завязаны на импорте. Они все завязаны на импорте в значительной мере. В принципе, валюты в записи центральных и банков второго уровня в Казахстане и в этих республиках, я полагаю, достаточно. Но ограничения в наличности могут вызвать серьезную проблему, особенно в обмене между этими республиками. Мы все понимаем с вами, что наличные все еще играют ключевую роль, и они играют большую роль, особенно в переводе денег из республики в республику. И они являются до сих пор главным инструментом расчета внутри на рынках. Я полагаю, что это тревожная такая тенденция. Также полагаю, что центральные банки с этим должны справиться, потому что хотя бы, кроме Российской Федерации, в другие республики нет запрета на ввоз валюты. Но при этом именно валюты этих стран так сильно просели, ну, стоимость этих валют, точнее. Если рубль отыграл, как-то невероятно, даже неестественно отыграл, то тенге, например, чувствует себя не очень хорошо. Дело в том, что рубль находится, валюта в Российской Федерации с момента объявления всех санкций против Российской Федерации находится в четкой регуляции. А что касается республики Казахстан, там до сих пор существует свободный валютный рынок. Если говорить о реформе вооруженных сил Казахстана, вы в одном из интервью наших говорили, что Казахстану теперь нужно к этому как-то серьезнее отнестись. Насколько, на ваш взгляд, это понимает сейчас и Такаев, и насколько вы видите какие-то реформы в этой среде? Реформ очевидных таких, что можно было увидеть воочию, я пока не наблюдаю, но я вижу инициативы и действия нынешней администрации, в том числе президента Такаева. Его поездка, его встреча с министром обороны Китайской Народной Республики, его поездка в Турцию, и переговоры, и достигнутые соглашения о строительстве бесплотных аппаратов на территории Казахстана по технологиям Турции, это все является шагом вперед в сторону перевооружения собственной армии. Это происходит на следующем фоне. Во-первых, российская ВПК сейчас будет страдать и будет страдать от всех санкций, принятых против Российской Федерации. Во-вторых, мы увидели с февраля месяца, что очень многие типы вооружения, которые производились в ВПК Российской Федерации, продемонстрировали свою абсолютную неэффективность. Это будет влиять на рынок вооружений, это будет влиять на настроение руководителей всех стран, находящихся вокруг Российской Федерации, и это будет влиять на то, каким образом они будут строить свою стратегию перевооружения. — Последняя группа вопросов. А вам понятно, где сейчас Назарбаев? — Назарбаев, как я понимаю, находится в Бадруме, в своей летней даче на берегу Мраморного моря, и занимается чем-то, в том числе, я думаю, раздумывает о том, что произошло в январе, и каким образом еще раз попробовать вернуться в большую политику. — А понятно ли вам и вообще казахстанскому обществу, где деньги, о которых говорил Такаев, что их нужно вернуть? Насколько они возвращаются в Казахстан? — Я не могу на этот вопрос однозначно ответить. Мы не видим, чтобы деньги возвращались хотя бы каким-то маленьким ручейком поступать, но нет никакого отчета. Но мы не можем сказать, в том числе и что Такаев ничего не делает. Комиссия межведомственная создана, подписано в соглашении с Кипром об оказании правовой помощи. Это один из крупнейших офшоров, где находится очень большая сеть казахских офшорных компаний. Я думаю, что те шаги, которые уже предпринимаются, они поддержаны общественным. Такий общественный запрос. И очень интересное явление произошло буквально несколько недель назад. В стране создан общественный фонд по борьбе за возвращение похищенных активов. И этот фонд уже сегодня провел пресс-конференцию. И там видно очевидная программа, за что они хотят бороться. Посмотрим, как будет складываться ситуация. Но это тот случай, когда и общество, и граждане, и президент имеют одну интересную, общую, нужную повестку дня наравне с безопасностью и суверенитетом.